Военно-полевой лагерь реконструкторов словно машина времени в считанные минуты переносит в военный Брест 41-го года. Все участники живут в палатках. Пограничники, саперы, конвойные, войска НКВД. Все они для более полного погружения в эпоху обращаются к друг другу не иначе, как товарищ командир. Отношения в лагере построены сугубо по военному уставу того времени. Такие же строгие требования и к внешнему виду участников. Каждый боец, который присутствует на реконструкции, он обязан соответствовать дресс-коду. То есть у него проверяют, чтобы ремень был не брезентовый, а кожаный. Для того, чтобы, допустим, звезда соответствовала на пилотке, многие алюминиевые могут прикрепить пуговицы и так далее. Вплоть до мелочей и до того, как сидит одежда, прическа, кто плохо прическа не соответствует, того подстригают и так далее. Ничто не должно выдавать в этом человеке то, что форма у него не этого года. Мы изучали эту тему, искали платья тех времен модели, сшили на заказ, подбирали ткань, чтобы соответствовала, аксессуары. На барахолке куплено тех времен вещи. Это платье моей прабабушки. Она была узницей Азаричского лагеря. И мне досталось, мне вот это платье, недавно к ней ездила, брала у нее. У меня платье сшито по фотографии бабушки, которая училась в институте, как раз в период Великой Отечественной войны. С этой фотографией, соответственно, взят образ, сшила мама. Ну, у меня на самом деле взято на прокат. Вот, просто воротник. Ну, тут какие-то нюансы. Сумочку эту я нашла на Балашином рынке, вот ее немного отреставрировали. Такая скрупулезность, или, как отметил представитель российского военно-исторического общества Андрей Семенов, въедливость до запятой, до точки, до буквы устава, делает этот фестиваль одним из лучших на постсоветском пространстве. По его словам, сюда приезжают подготовленные люди, клубы, которые занимаются исследованием истории частей, оборонявших Брестскую крепость. Многие участники признаются, что попасть на фестиваль первого дня Великой Отечественной войны, на землю, где начала коваться победа – заветная мечта каждого реконструктора. Мы были не только в Брестской крепости, мы много где были, но Брестская крепость – это как символ, один из знаковых элементов, и не посетить эту крепость – это просто, знаете, как в данный момент преступление по отношению к истории. Брест – крепость героя, которая первая приняла удар на себя немецких войск. Побывать здесь в день начала войны – это дорогого стоит, это неповторимые ощущения, неповторимые эмоции. Пропустить такое мероприятие для нас – это просто невозможно. Среди участников немало тех, кто приехал в Брест впервые, а также молодых людей, влекающихся историей боев Великой Отечественной и биографией защитников. У одних прабабушки находились в плену, пока прадеды воевали. У других родные пережили ужасы концлагеря, потеряли мужей, сыновей и дочерей. И сегодня их правнуки через участие в военно-историческом фестивале хотят отдать дань памяти воинам, которые ковали победу. Лично я сам вот уже с девятого класса изучаю подвиги героев казахстанских и вообще самую Великую Отечественную войну, даже высказывания наших героев, интересные факты, и по сей день изучаю. И последняя моя основная часть была – это увидеть места боев. Реконструкция – это не просто какое-то переодевание и показывание каких-то стрелялок. Это что-то большее, это ты духовно погружаешься в эту атмосферу, атмосферу прошлого, атмосферу первого дня войны, когда ты должен прочувствовать весь этот страх, который испытывали наши предки. Я считаю, что как можно больше людей должно принимать участие в реконструкции, чтобы помнить про то, что когда-то было, и ведь если мы помним, то нас никто не победит. 21 июня в преддверии трагической ночи участники 6-го международного военно-исторического фестиваля торжественным маршем прошли по центральным улицам города. Красноармейцы, одетые в военную форму 40-х, были главными действующими лицами этого дня. Все как 75 лет назад. Только одно отличие от 21 июня 2016-го все же было. В 41-м году, в этот последний мирный день, никто не верил, что через несколько часов начнется война. Никто не верил, что до первых бомбежек и смертей остались считанные часы. Продолжение следует...